МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодняшние лекции. Сходите, пожалуйста. Общественное бытие и общественное сознание. Самое лёгкое – ответить на вопрос, что такое общественное сознание. Общественное сознание – это сознание общества. Мысли, которые есть в этом обществе. Какие это мысли? Это те мысли, которые являются писанными мыслями, и есть история этих мыслей, правда? Есть мысли, связанные с наукой, есть мысли, связанные с религией, есть мысли обывательские, связанные с обиходом. То есть понятно, что такое общественное сознание. Это что находится у людей в головах, как форма отражения того мира, в котором они живут. Поскольку сознание вообще – это свойство высокоорганизованной материи отражать мир и себя в том числе. Иногда говорят «окружающий мир», и это очень странно. Получается, что окружающий надо отражать, а себя не надо. А вот на общественном бытии нам придется основательно остановиться, потому что есть такое положение, ключевое, главное и важнейшее положение исторического материализма, которое гласит, что общественное бытие определяет общественное сознание. Для этого надо знать и что такое общественное бытие, и что такое общественное сознание. И надо понимать, что общественное бытие и общественное сознание влияют друг на друга, правда? И что можно было бы сказать, что они взаимодействуют, взаимовлияют. Тем не менее, во всем этом взаимовлиянии и взаимодействия решающей стороной, определяющей моментом является общественное бытие. А что такое общественное бытие? Это бытие общества. А что нужно, чтобы было общество? Чтобы было общество, надо, чтобы были люди. Правильно? Таких людей не будет. То не будет и общества. И не будет отношений между людьми. Правильно? Значит, прежде всего, общественное отношение – это люди. Образить, общественное бытие – это люди. И тогда основной тезис исторического материализма, сформулированный Энгельсом, будет звучать так. Что основополагающим в человеческой истории является производство и воспроизводство непосредственной жизни. А что значит непосредственная жизнь? Ну, непосредственно надо людей воспроизводить. Поэтому не случайно Энгельс этот тезис рассматривал в книге происхождение семьи, частной собственности и государства, поскольку семья воспроизводит людей. Но семья воспроизводит людей вместе с обществом. Отдельно она не воспроизводит. И это производство непосредственной жизни. Затем, надо сказать, что если на первых этапах человеческого развития, особенно в период первобытного коммунизма, решающим является производство людей, потом это производство людей уходит на второй план. Вот дети родились, люди есть, но эти люди только тогда будут живыми людьми, если у них будет хватать средств для того, чтобы питаться, иметь крышу над головой. И, соответственно, на первое место выходит производство материальных благ. И на сегодняшний день, когда мы говорим об определяющей роли бытия, мы прежде всего имеем в виду материальное производство. Материальное производство. А раз это материальное производство является такой важной основополагающей категорией, то мы должны очень чётко и точно знать, что это такое. Чтобы понять это сложное определение, надо начать с более простого. Более простой категорией, чем производство, является категория труда. Кто скажет, что такое труд? Что? То есть, если я купил пузыри, продается в киосках, мыльные, я сижу и произвожу пузыри. Это производительная деятельность? Я провожу пузыри? Осознанная деятельность человека направлена на получение результата. То есть я сейчас осознанно иду, отбираю у вас гитару, иду, продаю, и получаю результат. И идём с вами в ресторан. Всё, я соблюлся. Всё. Какого здорово на получение результата. Результаты топором по голове тоже результаты. И быстро, и сразу можно получить большую сумму. Не надо стоять в очереди. Так, какие попытки ещё будут сказать, что такое? Вы можете, конечно, сказать, мы учащиеся, мы не трудящиеся. Откуда нам знать, что такое? Как? Какая? Осознанная деятельность направлена на преобразование. Ну вот взять и взорвать тут на Невском прямо. Прямо вот там, где машины едут. Здорово будет яма. Это будет осознанная деятельность направлена на преобразование Невского. Это труд, что ли? Труд будет? Это трудно будет сделать, конечно. Но надо так определить, что вот такие вот вещи туда не попадали. Что такое определение? Обратите внимание. О, определить. Предел там есть. Граница. Отделить труд от того, что не труд. Это важно? Важно. У вас сейчас труд или учёба? Учёба тоже труд. А у меня труд или учёба? Учёба не труд. Трудная у вас учёба, но не труд. А почему вы не так говорите? Вы ещё не сказали, что такое труд, а вы говорите, что это труд. Скажите, что это такое, мы увидим. Полезно деятельность. Полезно деятельность. И что, футбол играть вредно, что ли, ездить? Ну, может быть. Полезно. Так уже один преобразовал тут у нас. Невский проспект. Сейчас остановилось движение в городе. Коллапс. На преобразование мира. Сознательная деятельность направленная на удовлетворение потребностей. У вас деньги есть с собой? Есть? Ну вот я сейчас подойду, деньги ваши заберу, пойду в буфет и хорошо там покушаю. А вы пока подождёте. Это будет сознательная деятельность, моя, направленная на удовлетворение потребностей. Потому что, а почему сознательная? Потому что я прежде чем пойти к вам и что-то требовать, сначала выяснил, есть ли у вас деньги. Нет, а зачем я пойду? Я человек сознательный. Я вот у неё спрошу тогда, может, у неё есть или у него. Чего я так просто пойду? А тут уже всё сознательное направлено на удовлетворение потребностей. Подходит? Подходит. Ну, надо что-нибудь такое сказать, чтобы оно подходило. К труду подходило, а не к труду не подходило. Правильно? Что такое определить? Предел поставить границу, да? Это осознанная деятельность человека направлена на производство материальных продуктов. Ничего себе. Значит, человек, я объяснил, что берём сначала простую категорию. Не берём производство. Он говорит, хотите, я вам объясню, что такое отвёртка? Берём трактор. Там наверняка есть какой-то кармашек, а в кармашеке наверняка есть отвёртка. Не проходит по тому принципу, что надо идти от простого к сложному. А вы нас от сложного к простому ведёте. Задним ходом. Так, ну и кто-нибудь что-то скажет нам? Может быть, великий китайский народ знает, что такое труд. Там у вас же трудятся все. Написано, что по трудам Энгельс понимал целесообразность деятельности, которая началась с куберния орудий из камня после Индии. То есть вы китайский оставили науку в стороне, и Энгельса взяли? Ну, это же толсток. Энгельс. Это китайский учёный? Потом, с чего вы взяли, что это определение труда? Энгельс понимал, под этим. Это же такое вот, что понимал. Я под вами что хочу понимать? Я мало чего смогу сказать, что я под ним понимаю. Я под ним такое понимаю. Где определение? Это не определение, это высказывание. Всякое вот высказывание. Вот человек есть твёрдое тело, это вычёртое тело. Вот это ваше определение. Так вы скажете? Нет. То есть не надо из студентов приравнивать к бревну. То есть надо дать определение. Так, ну ещё какие попытки есть? Нету там? Там целая группировка, кажется, вот там на том углу. Есть там лидер группировки этой? Нет, кстати? Или она такая размытая, аморфная? Это там, или наоборот, вы прячетесь, чтобы не отвечать, туда спрятались, вы говорите, мы далеко от этого. Может быть, деятельность, направленная на преобразование мира, для удовлетворения потребностей? Осознанная. Осознанная деятельность. Ну, это понятное дело. Он рванул для того, чтобы что-то там найти на дне. Удовлетворение потребностей. Значит, есть простое определение труда, так что это вообще простое понятие, что эта целесообразная деятельность направлена на производство материальных благ. Материальных благ. Не на раскапывание Невского, а на производство материальных благ. А то вы, наверное, преобразуете сейчас. Дом же тоже можно преобразовать, но это надо будет большой шарш заложить в мину. Лисообразная деятельность, направленная на создание или созидание материальных благ. Ну, это, так сказать, такое рабочее определение труда. А есть красивые определения у Маркса. Да вот я не знаю, вам больше понравится определение Маркса или я определение Энгельса. Вот Маркс говорил, что труд – это обмен веществ. Между человеком и природой, в ходе которого он приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Хорошо же, как вы сказали? То есть обмен веществ, труд – это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. И вот небезызвестные нам Пятница и Робинзон в воле и судеб оказались заброшены на остров необитаемый. И он стал обитаемым, поскольку на нем обитали Робинзон и Пятница. И они стали обмениваться с природой, веществами с целью удовлетворения своих потребностей. То есть стали трудиться. А производство там было? Не было. Не тянет на производство. Что ж такое? А теперь надо. То есть с трудом вроде бы мы разобрались. Но с трудом. Но разобрались. А что такое производство? Это все известные слова. Правда? Давно известные. Что такое производство? Ну, чтобы задачу немножко усложнить, я хочу вас спросить наводящий вопрос. Вот сейчас у нас какой месяц? Апрель. У нас сейчас производство зерна идет на полях. Нет. Что у вас разночтение? Вы еще из разных команд? Идет, идет. Вы с ним договоритесь как-то? Кто победит, и с ним я буду уже общаться. Азимово. 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 Ну, к чему вы пришли? Идет. 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 Какого зерна? Азимово. Азимово. Производство азимово идет сейчас? Идет. Самое счастливое время для них наступает. Во-первых, сейчас снег будет таять, и будет много очень благей. Они сейчас, во-вторых, солнце видели какое сейчас? Солнышко пригревает. Сейчас они все зелененькие вылезают из-под снега. Укрепившиеся, закалившиеся. Ну, а до этого яровым далеко. Почему? Потому что, когда все растает, никакая техника на поля выйти не может. Почему? Потому что все раскиснет. Все будет покрыто водой. И грязью. И никакие трактора, никакие сейлки вывесить не могут. Поэтому не скоро будет сев яровых. А раз не скоро, значит, время, в течение которого они растут, значительно меньше, чем время, в течение которого растут азимы. Азимы растут уже с октября прошлого года. С октября 2017. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Уже пять месяцев они растут. Апрель. Вернее, шесть. Уже седьмой месяц пошел. Ну, и они, конечно, где-то уже в июле. Можно их собирать. Готово будет зерно. Им ново. Ну, а яровые, конечно, такого урожая дать не могут. Вывод, какой нам очень существенен. Вообще, в производстве, во-первых, участвует не только труд, а в производстве участвует, между прочим, земля. И даже такое есть высказанное, что земля есть мать природы, а труд – отец. То есть земля, земля, природа обеспечивает урожай. То есть идет естественный процесс производства. И в этом производстве участвует, в том числе, солнце, конечно, да? Без которого никакие, так сказать, и какое производство сельскохозяйственное поливодство не пойдет. Рудноводство пойдет. И выращивание грибов пойдет. Можно их там в чуланах выращивать, шампиньоны. Для промышленности все равно. Будет солнце, не будет солнца. А для сельскохозяйственного поливодства обязательно. Во всяком случае, мы с вами установили, что труд не все время совершается. Для ведения производства не обязательно постоянно трудиться, да? Может, вначале быть затрачен труд, потом на известном этапе еще раз затрачен. В отношении к зерну, а зиму второй раз, когда, когда надо будет собрать. И все. Но если это мы хотим получить зерно, а если мы хотим получить муку, хлеб, надо это зерно перевести, его в соответствующие башни направить, в которых он будет перемешиваться, храниться. Потом надо будет отвезти на мельничный комбинат, сделать из него муку. Муку надо будет на хлебозавод. На хлебозаводе надо будет замесить тесто. И тесто надо будет поставить, чтобы оно взошло. Его потом разлить по формам, потом поставить в печь, потом достать оттуда из печи готовый хлеб, потом его в салфан и в пакеты завернуть и отвезти в магазины. И тогда, если вы туда придете, вот тогда вы можете получить этот хлеб, если у вас деньги есть, конечно, и удовлетворить свои потребности. Другой пример такого же рода, когда производство идет, а труд не идет. Как делают вино? Сначала выращивают виноград. Потом этот виноград собирает. Это труд, правильно? Потом давит этот виноград. Говорят, девушки давят ногами, потому что, наверное, руками столько много не надавить. Что получается? Сусло. После этой операции. Вот из этого сусла делать либо сок, это налево, либо вино, это направо. Они разными дорогами идут. Значит, если вы хотите получить вино, его надо поставить в чаны, чтобы оно бродило. Оно будет бродить. Побродит. Это мы с вами не знаем, сколько надо его держать. Мы не виноделы, но знаем, что оно бродит. Потом его надо разлить куда? Во что? В бутылки. Какие бутылки? В бочке надо. Тут люди с вами сидят, а они бутылками не пьют. Разлить в бочки. Какие? Из чего сделаны бочки? Сосновые, еловые, пихтовые? А? Дубовые. Дубовые. Это принципиально или нет? Принципиально. Принципиально, потому что дуб содержит дубильные так называемые вещества от слова дуб, которые придают особый вкус вину. Поэтому непременно дубовые бочки. И дальше что? А дальше их надо положить в погреб. А дальше что? А дальше ничего. И дальше, чем они дольше там находятся, в этом погребе, тем лучше. Ценится вино, чем больше оно лежало без прикосновения к нему человека, именно без прикосновения, не надо доставать бочки и там разливать, пусть стоят. Тем более оно выдержанное. Значит, особенно ценится вино, которое выдержано, может быть, 10-11 лет. Представляете, сидели мужики здоровые и смотрели на это вино. Оно в бочках все выдерживалось. Вы выдержали 11 лет. Какая сила в нем заключена? Можете себе представить? Поэтому, если вы скажете, что оно дорогое, да вы что? Это дешевое вино по сравнению с тем, какие были затрачены усилия воли, чтобы его не выпить. А это одного года выдержки не утерпели, раз и в продаже его, и все. Деньги нужны. Некогда его там выдерживать и так далее. Нужно раз и продать вам скорее. Ну вот, когда оно лежит, производство идет, когда оно в погребе лежит, в бочках идет. А труд затрачивается? Нет. Значит, не надо перепутывать труд и производство? Не надо. Что ж такое производство? Даю классическое Марксово определение производства. Производство есть процесс. Производство есть процесс. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Поскольку это сложное определение, то оно сложено из простых. То вот мы эти простые сейчас и разберем, чтобы каждое слово, которое здесь употребляется, было понятным и известным. Что такое процесс? Кто скажет? Такое слово для вас новое. Вот вы новый человек, недавно пришли. Процесс. Что такое? Вы на процессе были на каком-то? Или в процессе были каком-то? Что такое процесс? Или скажете, сами мы не местные? То есть вы не знаете такого слова. Не в первый раз вижу. И меня первый раз видите, и слово такое видите. Интуитивно. А наука – это собрание интуитивных представлений. Соберутся такие интуитивщики, начнут спорить. И цена этому спору грошит. Что такое процесс? Кто скажет нам? Ну, есть достойные мужи, которые скажут, что такое процесс? Процесс – это событие, это связь его времени. То есть вы растягиваете событие, да? И чай, когда пьете, так сказать, растягиваете его во времени. Это целый процесс получается. А если вы быстро выпьете, это не будет процесс? Ну, это будет. Все равно. Да хоть как бы вы быстро не пили, все равно будет процесс. Что, будет у вас без времени, что ли, выпиваете? Как вы успеваете выпивать без времени? Или вы самогон пьете? Длительное действие. И без времени, и без ума, и без пространства. Длительное действие. Длительное действие. Вот если все, сколько сутки надо, чтобы это было? Сколько должно длиться? А? Сколько что? Сколько-то длится. Ну, сколько-то все, все, что есть на свете, все длится. Сколько-то? Больше. Так все процесс? Больше не длится. Вы тоже процесс? Вы длитесь? А вы не длитесь, что ли? Я не действие. А вы без действия? Я так и понял. Есть еще без действия у нас тут? Кто у нас еще без действия? Может действие уничтожить начало и конец? Начало и конец. Вам начало, вам конец. Все, конец с вами. Процесс. Процесс, дорогие товарищи, это изменение во времени. Мы же с вами, когда определяли изменение, мы же там времени не брали. Мы рассматривали изменение? Было дело? Ну, всего-то добавить одно слово – во времени. Потому что мы рассматривали даже вневременные изменения, переход одной категории в другую. По смыслу этой категории, правильно? А здесь мы берем изменение во времени, и все. Получаем процесс. Так. Уже одно слово знаем из определения производства. Производство есть процесс присвоения. Присвоение что такое? Безусмездное взятие. А? Безусмездное взятие. Если возмездное. Давайте возмездное. Возьмездное взятие. Сейчас что-нибудь найдем. Это будет не совсем просто, это будет обмен. Почему это обмен? Никакого обмена не будет. Будет изятие. Так, день есть? Нет. Нет. Сумка есть? Есть. Давайте сумку. Блин, жалко. Жадина. Дайте сумку. Жадный историк пошел в задные, но не. Дай мне, пожалуйста. Скажи, что беда суденца. Ну, дай ручку хотя бы. Ну, хорошо. Вот, ручку дал. Безвозмездно. А что такое присвоение? Сейчас я присвоил ее ручку или нет? Да еще нет. Как нет? Ну, как нет. Хочу, пишу. Хотите вам тут начерикать? Вы считаете, что нет, поэтому я могу черикать. Вы же утверждаете, что меня нет, я не присвоил. Ну, смотрите-ка, хорошо. Присвоил я или не присвоил? Присвоил. У вас хорошо. Поняли, да? Я присвоил. А что значит присвоил? Не так-то просто это определить. Вот теперь попробуйте это выразить научно. Что значит я присвоил? Это вы глядите с грустью на испачканную вашу страницу, а вы должны слова, понятия их определить. Что значит, что я присвоил вот этот предмет, который незаслуженно был у того гражданина? Он ему вообще не нужен. Взятие в собственность. А? Взятие в собственность. Да Христос с вами. Сейчас вы на меня в милицию подадите. Зачем такие вы сразу мысли? Собственность? Откуда? Что вы взяли-то? Мы с ним играем, просто вас хотели разыграть. Он мне дал, чтобы вас, а вы сразу раз и в собственность. Сейчас идите, пишите заявление. Собственность. С чего вы взяли? Вы же не знаете, что такое собственность. Вы опять хотите простое через сложное определить. Ну, давайте я спрошу, что такое собственность, и вы завалитесь. Ну вот. Вот присвоение. Хорошее слово. Давайте что-нибудь у вас присвою, может, вы скажете. Вот у вас что-то розовенькое, очень хорошее. Что такое присвоение? Присвоение – это превращение чужого объекта в свой. Что? Это превращение чужого объекта в свой. А что значит свой? То есть вы считаете, что это мой? Спасибо. Ну хорошо. Уже превращение состоялось. Я думал, он отберет. Нет, он не отбирает. Но он даже так пошел дальше. Говорит, да ладно, черт с ним. Не буду сражаться. Может, на экзамене это всплывет, и как-нибудь так пройдет. Так. Ну так что делать? Как? Что еще? Вот, мне кажется, надо ноутбук присвоить. Потому что это мелкие, они не дают глубины рассмотрения. Мелкие объекты. Как вы смотрите на присвоение мной вашего ноутбука? Отрицательно. А почему вы смотрите отрицательно, если не знаете, что такое присвоение? Вот это меня удивляет. Если бы вы знали, что такое присвоение, это было бы сознательное какое-то высказывание. Принципиальное. А какой-то сейчас он пустой, беспринципный. Почему вы смотрите отрицательно, неизвестно на что? Я вот не понимаю. Может, я вам хочу миллион долларов дать? А вы отказались. Уже больше не хочу вам давать миллион долларов. Все. Все. Больше закрыт вопрос. Не буду. И за какой-то паршивый ноутбук хотел им миллион долларов дать. А он говорит, ни за что. Я отрицательно смотрю. Ну, как хотите. Нет, чтобы обсудить вопросы присвоения, формы, условия присвоения. Ну, как-то подойти в соответствии с нынешним духом. Вы же в каком обществе живете-то? Ну, а вы как рассуждаете? Как будто вы при социализме живете. Как будто я у вас заберу и подмышку и пошел. При социализме тоже надо как-то обсуждать это. Это передача себя в собственность. Общать в собственность. Ну, а не собственность. Вы не знаете, что такое собственность-то? А? Вы использовали владение. Пользование? Да какая польза от этой ручки? Мне никакой пользы от нее нет. Никакой. Уже и владение там задействовали. Так, так что такое присвоение? Объясняю. Присвоение – это превращение в процесс моей жизнедеятельности. Видите, кто я с этой ручкой? Она в моей жизнедеятельности участвует. В вашей она не участвует. Поняли, нет? Что я с ней буду делать? Показываю. Например, так. Что хочу, сделаю сейчас. Вы еще не успеете оглянуться. Могу открыть, могу закрыть. Писать мне совершенно не обязательно. Подкинул, подмал. Может упасть, разбиться. Но это моя жизнедеятельность или его? Все видели, что это моя жизнедеятельность, а не его? Давайте что-нибудь я тоже превращу в процесс своей жизнедеятельности. У вас что есть хорошее, дорогое? Это дешевое. Это дешевое? Не надо. Не надо. Заберите свой этот. Превратите в процесс своей жизнедеятельности. Сейчас кто присвоил? Я. Ну вот, присвоил. Обратите внимание, он присвоил ручку, которая была у меня. Действительно вам присвоить ручки профессорские? Вот студент пошел теперь. Сядет специально на первый ряд. Потому что я же не пойду туда с ним разговаривать на эту тему. Вот все здесь приходит. Он все рассчитал. Так, присвоение, превращение в процесс своей жизнедеятельности. Не путать с усвоением. Если вы вот идете по магазину, а там сейчас выложен хлеб. Укусывай, булка есть. Вы берете булку и кусаете. Если вы ее берете и кусаете, вы превратили в процесс своей жизнедеятельности? Значит, это присвоение. А если вы уже проглотили кусок, это уже пошло не присвоение, а что? Вот усвоение. Это мы различаем, да? Присвоение и усвоение. Это разные категории. Мы говорим здесь о присвоении, а не об усвоении. Усвоение – это не наше дело. Это уже относится к действию животного организма. Значит, производство, есть процесс присвоения предметов природы. Все знают, что такое предмет природы? Все знают? Вот вы не знаете, что такое. У вас вот ноутбук, а вы не знаете, что такое предмет природы. Ваш ноутбук – предмет природы или нет? Как это нет? А с чего он сделан? Из вас? Из людей? Из людей делают ноутбуки уже? Нет, нет. а вы сами то не предмет природа случайно и вы не природа хочу и вы не природа он природа вы не природа а кто что у нас есть кроме природы человек вне природы что ли животные человек или вы или вы растение я например животные вне не вне значит я спрашиваю природу этого ведь и нет ну так что знаете что вы природа так что из вас сделан так ноутбук так еще делал а пластик еще делать подумайте еще не еще из леса лежат из нефти а нефть не природа но берегу природу как werk производит природой перерабатывает все получается переработанный продукт природы а в моей этапе не природа если вы переоденетесь в другую рубашку это уже не вы да что она уже что переработаю ну и что но переработанный предмет природы ну и что ну вот еще и 10 своим переработанным предметом природы ноутбука А чего вы говорите, что он не природа? Потом вы говорите, что железо. А железо из чего делают? Из руды. Ну, а руда где? А земля где? Это же природа вся. Ну, может быть, скажете, что потолок не природы? Ну, если так долго разбираться, то все можно свести к природе. Ну, и сводите, а я к тому, где я и речи веду. Правильно, мысль правильная. Если разбираться, то можно сводить. Если не разбираться, то не сводить. Конечно, если думать, что не очень хорошее, придумаешь. Если не думать, ничего хорошего не придумаешь. Это понятное дело. Все правильно вы ответили, очень хорошо, спасибо. Вот если думать, все, что нас вот здесь окружает, это очеловеченная природа. Очеловеченная природа. Есть такое, строгое, научное, очеловеченное. То есть она вот просто в дикой природе не встречается. есть дикая природа, но компьютер точно не дикой. Если пойдете в лес, то испорченные компьютеры, может, и валяются. А работающие вряд ли валятся в лесу. А выбросить на помойку, телевизор точно выбрасывают. Компьютеры тоже скоро начнут выбрасывать. Так вот, а человечная природа? Ручка ваша а человечная природа? Тетрадка. Из чего сделана-то? Бумага? Из деревесины. Вы знаете, что бревна это природа? Деревья природы, знаете? Люди знают, что они работают с природой. А вы сидите, можно сказать, на природе, на стуле, который сделан из природных веществ. Перед вами природный материал обработанный, слегка причёсанный для вашего удовлетворения, ваших потребностей. И хотите от природы как-то так... Никуда вы не денете от природы. Куда вы можете делаться от природы, потому что вы, как животное существо, вынуждены... Завтракали сегодня, нет? Да. Ну так вы природные вещи потребили, сейчас перерабатываете. Сейчас идёт у вас не присвоение, а усвоение. Никуда вы не денете. А воздухом дышите, или вы закрыли рот и нос? Вы сейчас вздыхаете, вот я вижу, что вы вдыхаете. Это что, воздух, это не природа, что ли? Природа. Вы дыхаете тоже, природа. Там просто больше в блике слова газа. Скажите, пожалуйста, мысли – это примеры природы. Это откуда вы такое? Потому что я веду... Наука – это производство. Ну, умственное развитие. Нет. Вы ещё не знаете, что такое производство. Как вы хотите такой вопрос решить, о том, что такое наука, если вы не знаете, что такое производство? Это раз. А мысль относится к отражению в вашем мозгу существующего мира. Вы отражение мира не путаетесь с миром? Вот вы когда у зеркала стоите, это вы или не вы, который в зеркале? У меня вот есть для таких, как вы, зеркало. Смотрите, это вы или не вы? Вот это вы. Это не я. Ну, так вот. Но мысль... Но это отражение ваше? Да. Так мысль ваша – это отражение мира? Что же вы её путаете с миром? Сознание с миром не надо путать. Это свойство высокоорганизованной материи отражать мир. Вот и всё. Что тут такого непонятного? Но это были такие философы, и вы, если бы таких не было, я бы на вас сильнее нападал. Были такие философы, фамилии их такие – Бюхнер, Фокт и Малишотт. Они говорили, что мозг вырабатывает мысль так же, как печень вырабатывает желчь. То есть мысль понимали как вот ещё один предмет. А мысль – не предмет. Мысль – отражение природы в нашей голове, в нашем сознании. Так, и сколько мы изучили из этого определения производства? Производство – есть процесс присвоения предметов природы. Так, в рамках определённой формы общества. Общество мы уже обсуждали с вами, может, забыли. Что такое общество? Что-что? Вот, учите. Они от вас отделились, потому что вы не знаете этого, а не знают. Поэтому там люди в белом, а вы в каком-то непонятном клетчатом. Потому что вы даже не… Всё перечёркнуто у вас. И так, и так. Потому что вы не знаете, что такое общество. А там знают, что такое общество. Так, в рамках определённой формы общества и посредством неё. То есть не обязательно посредством труда, а посредством общественных отношений, может быть. Потому что когда происходит, вот скажем, сейчас процесс биологический на полях, в это время заключаются договоры о том, чтобы вы привезли свои комбайны и убрали бы зерно в июле месяце с 10-го числа. И предоплата делается. То есть идут общественные отношения, в это вступают. Идут общественные отношения, связанные с присвоением предметов природы. И они совсем не тождественны самому этому биологическому процессу. Общественный процесс. Поэтому производство есть в процесс присвоения природы в рамках определённой формы общества. То есть формация берётся какая-то форма общества. Мы знаем, что есть всего 5 форм общества. Вы все 5 форм знаете общества? Все знают. Он уже может с этими девочками соревноваться, которые когда играют. Я знаю 5 мальчиков. Петя – раз. Вася – два. Коля – три. Серёжа – четыре. Женя – пять. И тут, вы знаете, 5 формаций. И всё. То есть мало формаций. Вот это достижение науки, чтобы это не вообще было общество. Потому что оно всё время меняется. Всё время меняется общество. Всё время что-то меняется. Такого? Некоторые запомнили, что всё меняется. И думают, что при этой смене нет ничего повторяющего. А есть повторяющийся. И вот, скажем, из этих пяти формаций в наше время, когда мы живём, сколько формаций всего наблюдается? Наблюдается. Сейчас. Семь из пяти. Сколько? Пять из пяти. Сколько сейчас наблюдается в мире формаций? Пять. Где вы видели? Первобытные общины и формации. Где у вас есть первобытные общины и формации? А? Австралийская аборигена. Австралийская аборигена не поразует никакой формацией. Они живут в Австралии, которая... Но первобытного общества. Там нет первобытного общества. Сейчас наблюдается что? Вы же вы... Это вы вспоминаете историю. А сейчас наблюдается что? Где вы наблюдаете австралийских аборигенов, которые не жили бы при капитализме? Есть такие люди сейчас, которые не живут при капитализме? Есть. Это в Китае, это переходный период от капитализма к коммунизму. Ещё это люди на Кубе такие есть, тоже переходный период от капитализма к коммунизму. Ещё они в Лаосе, ещё они во Вьетнаме, ещё они где? В Северной Корее. Нет, в Северной Корее они уже не в переходном периоде находятся, а в первой фазе коммунизма. Или при коммунизме в первой фазе. Вот и всё. Наблюдаются всего две формации. Или переходный период от одной формации к другой. Все предыдущие формации не наблюдаются, их нет. У некоторых племена еще сохранились. А? Племена сохранились, а формации не сохранились. Когда мы с вами умрем, что-то от нас тоже сохранится. Пушкин даже писал, нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет. И вечно буду, чем любезен я народу. И так далее. У некоторых островов точно они... Формации на островах не бывает. Формации на то, чтобы было общество. А то, что на островах общество не образует. Может, вы сейчас пойдете и построите домик. Вот у нас на Ладожском озере есть много-много островов. У побережья недалеко. Постройте там домик и будете жить на островах. На двух. А если это время, то есть общественное отношение... А? Атаманское острово. Ну и что? Получается, они уже общество. Это все эти острова приедут за водкой и прибудут на моторной лодке, приедут покупать в магазин капиталистического общества. Ну что, вы не знаете? Нет уже таких островов, куда бы империализм не протянул свою лапу. Все эти острова все под надзором. Кому-то принадлежат. В какой стране принадлежат эти острова? Эти прям независимые такие острова. Если они независимы юридически, то фактически экономически они все зависимы. Уже мир поделен. Империализм – это была такая стадия капитализма, когда весь мир разделен между крупнейшими империалистическими хищниками. Правильно? Япония забрала в свое время Китай. С кем, можно сказать? В каком состоянии был Китай в 19 веке? Самостоятельный был в 19 веке? Но если по марксизм, это полукитальная физика. Нет, в смысле национального. Он самостоятельное было государство? Да, самостоятельное. Самостоятельное. Японцы у вас что забрали? Деньги. А? Только деньги, да? То есть деньги у вас забрать, а так вы самостоятельный. Понял. Хорошо. Был период, когда у вас, Китай, был колоний? Был. Был. Ну вот, то есть бывают периоды. А в эпоху империализма – либо колонии, либо полуколонии. Почему? Потому что понятие «империя» означает, империя – это такие сильные государства, которые либо формально включают в себя соседние государства, то есть буквально присоединяют в себя в виде колоний, либо неформально, то есть на них влияют, имея в виду армию, имея в виду свою экономическую мощь и так далее. То есть империя – это не любое, не просто большое государство, а такое, которое подчиняет другие государства себе. Вот это империалистическое. А если мы живём при империализме, и не мы подчиняем, а нас подчиняют, то мы не империалистическое государство. В этом разница. Так, ну хорошо, значит, мы с вами разобрались с тем, что такое производство. А раз мы разобрались с тем, что такое производство, нам остаётся только отметить то, что вот уже было здесь сказано, что формы производства разные. Но что является критерием, по которому отделяют одну форму производства от одной общественно-экономической формации, от другой? Но прежде чем говорить о формации, о форме общества, сначала рассматривается вопрос о способе производства. Способ производства. Мы говорили о производстве, а теперь понятие способа производства. А способ производства есть единство производительных сил и производственных отношений. Способ производства есть единство производительных сил и производственных отношений, характеризующиеся определённым типом производственных отношений. Всё-таки не просто единство какое угодно, а характеризующиеся определённым типом производственных отношений. Давайте тут тоже все разберем. Что такое производительные силы? Кто знает? Слышали понятие производительные силы? Что это такое? Ну, производительные силы – это... Это ток, это вещь, будучи к токунецкого роста. Что это? Это вещь, будучи к токунецкого роста. Еще раз. Что вы так тихо говорите, чтобы вы не выдать ему, что он не услышал? Это предметы, при токе к токунецкого производства. Это производительная сила, да? А вы, если ведете производство, вы не производительная сила. Выкинуть вас. Главная производительная сила всего человечества – есть рабочие и трудящиеся. Вот первое. Ничего, никакие средства производства делать не могут. И производить ничего не могут. Тем более, что производство – это процесс присвоения. О чем вы говорите? Какое может быть присвоение, если это средства производства? Кого они могут и что присвоить? Как вам такая мысль в голову могла прийти после того определения, которое мы записали? Главная производительная сила – это рабочие и трудящиеся. Вот он осуществляет это присвоение, прежде всего. А робот не может осуществить? Да, робот, который сделан кем? Работник. А есть робот... Он слюно присвоен? Что? Робот присвоен? Нет. Ну как он может сказать свой? Робот может быть только чей-то. А то, что принадлежит роботу, не бывает такого, что принадлежал роботу. Ну подумайте сами. Вот вы робот. Вот вы робот. Когда у вас от робота беру авторучку. Это что я делаю? А вы что, присвоили эту авторучку? Вы робот. Вообще вы никто. Если вы робот. Никто вы. В буквальном смысле никто, потому что он неодушевленный предмет – робот. А животные? А? Животные. Что животные? Животные, которые являются производительными силами. Животные являются не производительными силами вообще, а средствами производства. А вот сначала мы разбираем главную производительную силу человека. Роботы относятся к средствам производства. Животные же могут быть? Могут быть, не могут быть, а являются животные средствами производства. Но я еще раз повторяю. Производство ведется не животными и не роботами, а производство ведется человеком. Вот тот человек, который осуществляет труд, труд, который осуществляет, потому что труд – это прежде всего то, что делает производство производством. Без труда производства не бывает. Он в начале, может быть, в середине, в конце, но без труда не бывает производства. Вот человек – есть главная производительная сила, рабочий, трудящийся – главная производительная сила. И какой это рабочий? Это тот рабочий, который вооружён средствами производства. А то, о чём вы говорили, робот – это средство производства элементарное. Хоть робот, хоть большой станок, хоть корабль – всё это средство производства. Самолёт, грузовой – средство производства. А если обезьян заставить жирнова крутить уныльницы, то они же могут выполнить приметивный робот? Если обезьяна производится с целью что-то делать, перетаскивать и прочее, она становится средством производства. Субъектом обезьяна не становится. Субъектом обезьяна становится только в анекдоте. Анекдот могу рассказать. Вот есть старая обезьяна и молодая обезьяна. И старая обезьяна, молодая обезьяна объясняет, что такое условный рефлекс. Вот, говорит, смотри, сейчас я нажму на эту педаль, вот придёт тот чудак в белом халате и даст нам банан. Это условный рефлекс. Люди производят. Вы не из банановой страны? Нет, не из обезьянника? А то, может, обезьяны сделали у вас или теорию воспроизводства, и там у них производство, всё делает обезьяна, а люди у них трудятся по заданию обезьян. Напишите такую книгу, интересно будет читать. Это будет фантастический роман про обезьяны, сделали революцию обезьянью и подчинили себе людей. И люди стали рабами обезьян. О, таких книг не было. Вы будете первые. Подожное оружие было. Было, да? Ничего, сейчас купят всё равно. Сейчас такие книги идут. Это не Маркс. Пойдёт хорошо. Так, Маркс тоже хорошо идёт. Капитал всё время, он делает, и всё время продаётся. Постоянно. Так, значит, средства производства – это другая. Есть субъективная сторона производительных сил, рабочие, трудящиеся. Есть объективная сторона производительных сил. Это средства производства. Куда относятся и роботы? Ничем эти средства производства никак не выделяются из других средств производства. Это те средства, которые человек использует при производстве материальных благ. что тут такого? Робот он использует при производстве материальных благ? Использует, ну это средство производства. Ничего такого особенного нет. И с таким придыханием про эти роботы говорят и пишут. Хотя давно уже показано, что роботы это такая вещь не очень прогрессивная, потому что роботы обычно повторяют человека. А человек обычно вот он вот так туда, сюда. Если быстро начать делать, рука и отвалится. Робот начнет быстро это делать. А для чего вы делаете робот? Что быстрее делал? Если он будет просто меня копировать, ничего нет, никакого прогресса. Поэтому настоящая технология связана не с повторением того, как делают животные или люди. Вспомните, скажем, в воздухоплавании начиналось с чего? Что хотели, чтобы махали эти самые летательные аппараты. А сейчас ни одна, ни один летательный аппарат не машет. Или разрабатывается плоскость крыла. И вот это крыло является определяющим. Обеспечивает подъемную силу. На дельтаплан то же самое. Ничего там не машут. Пределы их моторщика и летают над Финским заливом. И здесь то же самое. Да роботы это частный случай. Вот там, где у вас атомное производство, где может быть там заражение радиоактивными материалами, есть излучение. Туда отправьте робота. А вы там за толстым стеклом этим роботом управляете. И все, и даете там соответствующий сигнал, и что он должен делать. Пускай графит выйдет, а к стержне берет и переставляет куда надо. А вам туда не надо заходить. Так. Вот это развитие производительных сил идет постоянно. Не бывает такого, чтобы производительные силы не развиваются. Но производительные силы-то и развиваются постоянно. А производственные отношения, они меняются только редко. Очень редко. Всего мы знаем пять типов производственных отношений. Вот как раз то, о чем мы говорили. Это относится прежде всего к типам производственных отношений. Производственные отношения бывают либо первобытные. Общественная собственность, но первобытные. Либо рабовладельческие, либо феодальные, либо капиталистические, либо коммунистические. когда снова общественная собственность, но уже обогащенная всеми достижениями предшествующих формаций. Вот что такое эти типы. Поэтому, когда вы берете такое движущееся и изменяющееся явление, как способ производства, есть и производственные отношения, и производительные силы. Вот этот способ производства устроен так, что производительные силы меняются все время, а производственные отношения только скачками. И, как нам объяснили, их всего пять типов производственных отношений. А вот над этими производственными отношениями, над способом производства, возвышается то, что от этого способа производства зависит. А что зависит от способа производства? От способа производства зависит идеология, сознание, периспруденция, свои юридические, идеологические, политические отношения. И вот эти отношения, и вот эти надстройки, эти учреждения и организации представляют собой надстройку. Над чем? Над базисом, над способом производства. Иногда базис берут только как производственные отношения, а оторванные от производительных сил, они становятся неподвижными. А если вы берете их с производительными силами, то есть способ производства, тогда это живой базис. Тот базис, который меняется все время, и он совершает известные скачки. И вот мы тогда получили движение общества, как движение, определяющееся экономическими факторами, правильно, самим производством. За изменениями в способе производства ведут изменения во всей политической настройке. Или наоборот, изменения в политической и настройке предшествует изменению способа производства. Привожу примеры. Возьмем капиталистическую общественно-экономическую формацию в России в 19 веке. Какая? Значит, у нас капитализм был? Был. А формация какая была? В 19 веке? В России? А что тогда сделали буржуазную революцию так ходно? Уже давно буржуазная формация, а потом вдруг сделали буржуазную революцию. Какая-то странная штука. Буржуазная формация и делают буржуазную революцию. Феодальные формации. Ну, у вас голосов мало. Вот от Китая выступает человек. Там миллиард 380 миллионов. Ну, что вы спорите? Миллиард 380. Осознайте это. А в России у нас 140 всего. 140. Поэтому не надо так сильно спорить. Феодальная формация. Ну, вы запомнили, наверное, что-то у нас когда была революция буржуазная? В 1917 году. Ну, так и что вы? Я про 19 век спрашиваю. Что непонятного? Как-то же в 19 веке. Ну, что если революция буржуазная не совершилась? Значит, какая формация? Некоторые советские исследователи и историки считают, что это было. Да и бог с ними, с исследователями. Мало ли что они эти исследователи считают. Если буржуазная революция. И все исследователи знают, что буржуазная революция совершилась в России в феврале 1917 года. Значит, до февральской революции 1917 года какой был строй в России? Пеодальный. И точка. Это раз. А экономический строй какой был в России? Буржуазный. Вот это правильно. Значит, капитализм уже появился как экономическая реальность в России в 19 веке. А политическая настройка поменялась только в феврале 1917 года. И то она поменялась. А решены были задачи февральской революции вот той силой, которая пришла к власти. Буржуазия решила задачи буржуазной революции? Нет. А что она не решила? Что значит не успела? Если я не хочу что-нибудь делать, то я точно не успею. Что она не успела? Вот она воевать успела? В Германии? Успела. Смертную казнь успела ввести для тех, кто ушел с фронта? Успела? Да. А землю она отобрала у помещиков? Да. А что не отобрала? Что ей мешало? Помещики это буржуазия. А? Помещики это же часть буржуазии. Помещики это не буржуазии. Помещики это феодалы. Феодалы. После революции. Феодалы. Какой революции? До революции. После февральской революции они остались теми, кем и были. Никакими они капиталистами не стали. Помещики, если они потеряли собственность на крестьян, оказались теми, чем они были первоначально, до крепостничества. Феодалы – это от слова феод, а феод – это кусок земли. Земля. А помещик – от слова помещие. Помещие – это тоже земля. Место. Место. Поэтому это земельные собственники. А земельные собственники вовсе не капиталисты. Земельные собственники реализовывают свою собственность на землю через абсолютную ренту. Поэтому они паразиты на ногах у буржуазного общества. Почему? Потому что, как показано у Маркса в «Капитале», ликвидация частной собственности на землю, что делает? Она освобождает капиталистов от необходимости платить эту аренду для тех, кто на этой земле ставит капиталистическое предприятие. Понижает, соответственно, издержки и увеличивает прибыль. Поэтому национализация земли ускоряет развитие капитализма. Вот что надо понять. Это наука. Что говорит? А это, так сказать, представление о том, что вот они собственники. Ну и что, что собственники? Собственники были, и рабовладельцы были собственниками. Что говорит от нового? Собственность ещё ни о чём не говорит. Так что вот и получается такая интересная картина. Обратите внимание. Значит, буржуазная революция прошла, а задачи буржуазной революции не решены. Не все решены. Вот царя прогнали, а землю крестьянам не отдали. Потому что когда землю крестьянам отдашь, какая развернётся тогда деятельность? Когда начнётся развитие буржуазного хозяйства в деревне. Правильно? Если землю дать, крестьянам разделить по едокам, вот там начнётся процесс развития товарного хозяйства, которое превращается в капиталистическое. Будут бедняки, середняки и кулаки. Сначала, когда разделишь, нет ни бедняков, ни середняков, ни кулаков. А к 1928 году в СССР у нас столько же стало кулаков, сколько было в феврале. 6% примерно. И снова возродились и кулаки, и бедняки, и середняки. Это понятно. Потому что товарное хозяйство приводит к разложению от того, что было разделено поровну. Поэтому это была мечта крестьян. эту мечту должны были, конечно, осуществить буржуазные партии, а они не стали её осуществлять. Почему? Потому что сегодня заберут землю, а завтра точно так же не хотели пример показывать. Мы заберём землю, а потом так же у нас заберут фабрики и заводы. В итоге у них фабрики и заводы забрали, потому что они не забрали землю. Потому что если они не забрали землю, то крестьяне теперь поддерживали не их, а большевиков. Потому что кто дал землю? Большевики. Раз дали землю большевики, я вот не люблю этих большевиков, а за то, что они дали землю, я их буду поддерживать. Почему? Потому что придёт Деникин, он отнимет землю и меня повесит. А большевики дали, значит, надо боевать за большевиков. Кто выиграл? Выиграли в войне крестьяне, которые поддержали большевиков. Большинство Красной Армии из кого состояло? Из рабочих или из крестьян? Из крестьян. Да ладно, ну что вы говорите? Да у вас тоже нет рабочих, вы не расстраиваетесь. Это тоже одинаково. Каких рабочих? Рабочих меньшинство у нас было. У нас крестьянская была армия. Конечно, ударную часть Красной Армии составляет рабочий раз, царские офицеры два, комиссары три. А основная масса Красной Армии была? нам в первом семестре введения в российскую историю сказали, что основной часть революции состоится из рабочих. Правильно вам сказали. Основной. Основной не значит по объему, по количеству. Основной это вот ядро, основа. Знаете, как вот есть орех, а в орехе есть зародыш, а все остальное это питание этого зародыша. Основной, конечно, ударной силой эти основы можно сказать была Красная Гвардия и рабочие. Но рабочих было меньшинство в Красной Армии. Это очень легко. Взять любую книжку по истории Гражданской войны и посмотреть, сколько в Красной Армии было рабочих и сколько крестьян. Это же большая была Гражданская война, гражданская, в ней участвовало широко очень трудящее население и белые и красные приступили к мобилизации. Вот пришли в вашу деревню и сказали пойдете в Белую Армию? Записываться будете записываться в Белую Армию? Да. Да, правильно. Потому что если не будете, вот стенка, видите, уже приготовлена. Так, а в ваше село пришли, пойдете в Красную Армию? Да, тоже иначе. Вот другая стенка приготовлена. Мобилизация уже. Сначала была армия добровольческая, когда была добровольческая армия, так и было. Вот тут рабочие были, а тут белогвардейцы. А потом, когда сделали мобилизацию, мобилизовали кто? Ну, как мобилизовывать? С помощью оружия, прежде всего. А не так, что мы зовем вас. Это добровольцы, которые приходят. А мобилизация, это значит, пришли с оружием, записывайтесь в нашу армию. Или вот до свидания. Последний путь. Появилось две армии. Но обе армии состояли из крестьян в основном, по количеству. И поэтому о крестьяне, когда начался такой процесс, что Деникин стал отбирать землю и вешать тех крестьян, которые землю получили, белая армия стала хуже воевать, а красная армия стала лучше воевать. И с белой перебегали в красную, а не с красной и с белой. Хотя это тоже процесс в каких-то границах тоже шел. В итоге в итоге те крестьяне, которые за красных победили, тех крестьян, которые за белых. И на этом самом закончилась гражданская война. Почему? Потому что люди ведут войну гражданскую за свои экономические интересы. А экономические интересы у крестьян были связаны с землей, а землю крестьянам дали большевики. А белогвардейцы эту землю отнимали, отдавали помещикам. Они еще... Мало того, что они, вот эти самые белогвардейцы, они выполняли не буржуазные интересы осуществляли, а еще и феодальные. Как вы отдаете помещикам? Это же... Буржуазия должна была отдать, отдать и все. И к ним бы эта земля и пришла бы. Как у нас вот раздавали ваучеры в России, а потом они оказались в руках у отдельных лиц. Все эти ваучеры, они на них скупали фабрики и заводы. Не надо бояться раздавать поровну. Раздайте поровну, и все будет у вас. Потом будете зарплату не выплачивать, ходите предлагать. Добавьте ваши ваучеры, вот вам живые деньги, идите покушайте. Так, что мы получили с вами? Мы с вами получили вывод о том, что в XIX веке у нас в экономике в России господствовал капитализм, а страна была, государство было феодальным, и формация была феодальной. Поэтому как определить, по какому критерию какая формация? Значит, пока не свергли помещиков, тут была страна феодальная. А какую силу имели помещики? Только вот они просто наверху сидели? Нет, они были землевладельцами. У них были колоссальные экономические возможности. Крестьяне на них были вынуждены работать, потому что крестьяне землю не получили. Поэтому, чтобы хозяйствовать, они должны были идти к помещикам и платить, или работать на него. Поэтому они продолжали существовать как мощная экономическая сила. Когда они потеряли эту силу? Когда их просто прогнали, совершили буржуазную революцию. Их власть у них отобрали. Власть перешла к буржуазии. А сила еще осталась у этих землевладельцев. Вот еще надо было еще аграрную революцию доводить до конца, что было сделано декретом о земле. Как что-то является критерием разделения на формации? Критерием разделения на формации является то, какой власть находится у власти, какой класс держит в руках государство. Пока, если государство в руках находится феодалов, то формация феодальная. И пока этот класс не прогнали от власти, все равно, несмотря на то, что капитализм и направо и налево, и вовсю развивается, формация еще феодальная. И наоборот. Вот возьмите такую ситуацию, когда произошла Октябрьская социалистическая революция. Экономика какая была 8 ноября в Советской России? Какая была экономика 8 ноября в Советской России после той революции социалистической, которая совершилась 7 ноября. Капиталистическая какая была до этого, такая и оставалась. Долго она оставалась капиталистической? Да. Долго. Причем, а национализация когда была? Не знаете, когда национализация? Вот, когда общили бы великому китайскому народу, сразу миллиард 380 бы узнали от вас лично. Это сила была бы. такую возможность упустили. Я думал, вы специально сели, чтобы тут раз и как-то жалко даже упущено. Ну, я тогда сообщил. в январе 2018 года была национализация. В январе. Значит, до января 2018 года вообще никаких изменений в экономике не происходило. Ну, а национализация, когда произошла, большие изменения произошли? Не особенно. Почему? А номинальное это государственное предприятие? А в чьих интересах оно действует? Ну, оно то, что оно раньше, так сказать, приобретало в качестве сырья, то и приобретает. А где? А там, где и приобретало. А то, что производило, то и производит. И куда отправляет? Ну, туда, куда и отправляло. Разница в чем была? Что прибыль, прибыль переходила уже или перешла после национализации кому? Государству. То есть, прибыль нужно было отдавать. Но с этим легко справиться. Вот наше, например, предприятие нынешнее очень легко государственное с этим справляется. А почему у вас государственное предприятие? Что нужно сделать, чтобы... А прибыль надо отдать государству. Что нужно сделать, чтобы государство не особо пережимало в прибыль это? Что? Объясняю. Вот я государственное предприятие возглавляю. Так, вы у меня работаете. Сколько вы получаете? 50 тысяч. будете получать по 5 миллионов все. Это издержки? Вот, издержки. А прибыль дадим государству. Оставшуюся. Ну, прибыль – это же доход минус издержки. Ну, это вот в целом картина. А если вот рост нефти. Зарплата 24 миллиона. В месяц у членов правления в месяц 24 миллиона. И честно, товарищ Сечин, все до копеечки прибыль отдает в государственную казну. Потом приходит Миллер. Говорит, я тоже хочу дать деньги в казну. У него 15 миллионов членов правления получает. Про Сечина и Миллера я не знаю. Я думаю, они не меньше получают. А может и больше. И намного. Они тоже зарплату посчитали. Это все издержки. А прибыль они отдают государству. А себе по 15 миллионов. Вот дать сейчас 15 миллионов. Я не знаю, что с вами будет. Я боюсь. Я бы дал. Но я боюсь, что вы не дойдете до дома. Вот эти, главное, все знают, что у вас 15 миллионов. Драка начнется. Вы специально сели? Знали, что у него будет 15 миллионов? Не знали? Предполагали? Нет. Какой вы. Ну, есть бедняки. Как всегда. О, РЖД. Всего по 5 миллионов. Ну, 5 миллионов вы да не несете спокойно домой. Ничего страшного. Считайте 5 тысяч. Сколько же это надо? 5 тысяч. Ну, так это всего-то тысяча штук. Тысяча штук. Тысяча бумажек. Ничего страшного. Сумочка есть, сумочка отложите. Только с охраной надо идти. Охрана может тоже забрать. Они, если знают, что у вас там, заберут. Они не то, что они плохие люди. Ну, вот Марк записал, что вот когда капиталист видит 3%, он оживляется. Когда он видит 20%, он становится очень быстрым. А когда 300%, он готов пойти на любые преступления. С ума сходят люди, лишь бы деньги получить. У меня один товарищ, который помогал газете «Народная правда», где я главный редактор, руководитель фонда «Интеркриме» рассказывал. Говорит, один у нас товарищ дали мы ему 19 миллионов рублей, чтобы он завтра принес, и мы выдадим премию всему персоналу. Ну, там достаточно большой персонал, поэтому и премия хорошая, и на всех. И вот утром прихожу я на работу, а он генеральный оберег. И нету этого товарища. Я ему звоню, слушай, ты где? Он говорит, я дома. Ты что, ты же знаешь, что надо принести сегодня? 12 миллионов, надо отдать премии людям. Кто говорит, нет, Виктор Федорович, я на работу больше не приду. Как не придешь? А представляете, говорит, у меня в левой руке 6 миллионов, в правой руке 6 миллионов. Я на работу больше не приду. Он ему начал говорить, слушай, ну это не такие уж и бешеные деньги. Но ты понимаешь, что люди же ждут премию. Ты что, понимаешь, что это такое? Нет, говорит, Виктор Федорович, у меня в левой руке 6 миллионов, в правой руке 6 миллионов. Мы не знаем, как он себя поведет, когда будет знать, что у вас в сумочке 5 миллионов. И вот эти люди, мы не знаем про них. Что мы про них знаем? Это вот когда все нормально, а когда мы все нищие, они такие все хорошие. А когда они будут знать, что у меня тут 5 миллионов, тут 5 миллионов, возьмут у них, вон, смотри, у них, что у них только нету таких инструментов. А в этом ноутбуке спрятаны ножи и топоры. Там маленькие такие. Потом голодные студенты, это вообще что-то страшное. Он потом, объясните, ну, запросто, и говорит, страшно, был голоден. Прошу винить Дворковича, который такую установил нам стипендию. И его скостят, меньше уже дадут такое преступление. Так, значит, что является критерием? Критерием деления на формации является то, какой клад стоит у власти. И все. На эту тему мало чего написано. Причем я искал, что на эту тему написано. Есть про отдельные формации написано, про сам переход, где вот, как отличить, какая сейчас формация, когда речь идет о переходном периоде. Потому что в одном случае, посмотрите, при переходе к капитализму уже есть и капиталистическая экономика, а власть еще старая. А при переходе к коммунизму, при переходном периоде, наоборот, власть уже новая. Новая, так? Власть рабочего класса. А экономика старая. Вот, кстати, очень многие на меня нападают, когда я рассказываю, что Китай находится в переходном периоде. Какой, говорит, переходный период? Там же капиталисты, там миллиардеры есть. Ну и что? Ну это переходный период. 55% государственной собственности. Там идет этот процесс. Но там капиталистический уклад есть в Китае? Есть. Там есть и социалистический уклад, и капиталистический уклад. Переходный период. А формация какая в Китае? А формация коммунистическая. Какой? Всего. Коммунистическая формация проходит три этапа. Переходный период от капитализма к коммунизму. Низшая фаза коммунизма, которая в Китае будет через 100 лет, пообещал Си День Пын. и высшая фаза коммунизма. Но он не очень точно пообещал, ну, примерно, говорит, так. По крайней мере, уже не будет ни вас, ни Сиденьфина, ни меня. Поэтому никто там по этому поводу возмущаться не будет. Так. Ну, вот по этому поводу я специально вот статью написал о критерии деления на формации, которая у нас в Вестнике Ленинградского университета философии и культурологии и конфликтологии опубликована, поскольку этот вопрос о делении на формации, он как бы в науке был не урегулирован, потому что вот когда вы берете строго уже целиком формацию в ее нормальном состоянии, в состоянии бытия, а не перехода, тут все понятно. Экономический базис капиталистический, настройка капиталистическая или феодальная формация. Экономический базис феодальный, настройка феодальная. А тут? А тут получается вразнобой. А почему? Именно класса. А потому что понятие класса сугубо экономическое. Потому что на классы люди делятся не по идеям, не по мыслям, не по каким-то посторонним критериям, а и сугубо по положению в производстве. Верхушка класса, он находится у власти, а корень класса лежит в экономике. Сам класс определяется в положении в экономике. Если брать развернутое определение классов у Ленина в Великом Почине, там пять признаков классов. Это место в исторически определенной системе общественного производства, потом роль в общественной организации труда, отношение к средствам производства, третье. А четвертое – это размеры, то и доли общественного богатства, которое классы располагают, и способы получения этого богатства. Допустим, если я мастеровый рабочий, то вам зарплата, а мне премия за экономию зарплаты. У нас немножко появляется противоречие тут некто. Ну, то есть, мы с вами рассмотрели, что такое вообще общественная экономическая формация, да? Знаем, что их мало, поэтому для историков это, так сказать, несложно, казалось бы, это все изучить. Хотя если мы начнем заниматься страноведением, то получится, что всяких видов капитализма того же самого, видимо-невидимо, есть капитализм в Соединенных Штатах Америки один, там все вооружены. Там такой есть вид отдыха. Взять во время фестиваля и начать стрелять из-за многочисленного количества винтовок и автоматов в народ и застрелить 170 человек, а хорошо отдохнуть. После этого все равно все попытки там запретить это самое ношение оружия просто так, то есть широкое хождение оружия у всякого встречного-поперечного ни к чему не привели. Нельзя сказать, что оно прежде всего у всех. Оно, конечно, прежде всего у богатых, потому что оружие дорогое. У нас тоже есть закон об оружии. Закон об оружии могу я оружие иметь? Да. А собственности нет. Нет, это травматическое, глаз могу только выбить. охотничать от этого, это на медведя, а на вас нельзя. А если я хочу настоящий оружие, пистолет Макарова хочу. Могу получить? Да, участвую в полиции. Могу, могу взять в аренду. клубы. Я могу создать ООО из одного человека. Как только я создам ООО из одного человека, могу. для этого надо оборудованное помещение, взять в аренду у органов внутренних дел, и я должен пройти обучение. Я обучение уже прошел, у меня есть удостоверение. Я подготовлен на частного охранника. Для этого надо было много-много стрелять из пистолета. Я сначала никуда не попадал. А потом уже привык. Так нам, когда была военная кафедра, дадут пять патронов. Куда-то они все улетят, и все. А тут патронов было сколько хочешь, и можно натренироваться. Ничего особенного нет. Короче говоря, ну и кто у нас имеет оружие в России? У кого деньги есть на то, чтобы все это арендовать, оборудовать, обучение провести и так далее. А просто так нет. Ну а там почти свободно ходит это оружие. Поскольку они раньше ходили, если вы зайдете на мою землю, я вас застрелю. С кольтами ходили. А если я к вам на землю, вы же не скажете, ну, ходите с моей земли, достаньте кольта, меня застрелили. Я весь разговор. Зачем эти дискуссии? С чего началось свободное демократическое государство? Что они расширены? А взяли и убили всех индейцев. Ну, немножко оставили, чтобы потом показывать. Вот были аборигены. А в основном что с ними сделали? Поубивали. Бизонов убивали, потому что бизонов ели эти самые индейцы, чтобы индейцам нечего было есть. И вот на этой основе потом завезли негров, чтобы была настоящая демократия. Настоящая демократия где была первая? В Греции и в Риме. Значит, она демократия основана на чем была настоящая? Рабов. Вот. Значит, надо рабов завести. В Америку завезли рабов. У вас вот никакой настоящей демократии вообще не может быть. и в России не может быть, потому что мы не завозили рабов. А они завезли. Поэтому в Америке настоящая демократия. Ну, там вот половина в Атнене. Это целая война была. Одни были... Какая партия выступала против рабовладения, а какая за рабовладение? Республиканцы против. Вот. Республиканцы против. А что ругать все время демократов? Или хвалят демократов? Кого ругать или хвалить? Демократы были за рабовладение? Да. Ну, а сейчас вы радуетесь, сейчас пришел Трамп, он против рабовладения. Как бы. Как бы. Ну, разные бывают. Вы сюда приезжаете, демократию к нам приезжают, немцы тоже, которые здесь убили 27 миллионов человек в России. 27 миллионов. Даже по китайским меркам это немало. Правильно? 27 миллионов. Немало. Вот. А примерно военных, что немецких погибло 9, что наших советских солдат тоже 9. Но они убивали мирных жителей. И вот приезжают эти немцы, конечно, они непосредственно уже не фашисты, а дети немцев, которые воевали, или внуки. И вот они тут нам рассказывают про демократию. Я с удовольствием слушаю и потом говорю, ну, у нас, конечно, такой демократии не могло быть, потому что у нас не умели делать ни абажуры из человеческой кожи, ни в плечах людей не сжигали газовых. Ну, какая у нас может быть демократия? Тоже убивали. А? Советские тоже убивали, Баряна? Нет, советские мирных жителей не убивали. Ательские. Если вы пришли к нам с мечом, то, как Александр Немельский говорил, тот, кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Все эти и погибли. А что касается мирных жителей, наоборот, что стоит? Какой памятник в Берлине? К тому, как убивали детей, или к тому, как спасали детей, как наши солдаты спасали немецких детей? Видели, нет? Этот памятник, который стоит. Что в Польше? Да Польша виновата в том, что столько народу погибло наших солдат из-за того, что они из-за своих, так сказать, каких-то, так сказать, узкоэгоистических целей подняли восстание раньше, чем надо было, так сказать, не подождали, когда подойдут наши войска. И в итоге наших, их пострадало очень много, и наших солдат много пострадало. Польша. На Польшу не равняйтесь. Она там, это особая страна, не позволяем. Там же было массовое убийство советскими солдатами. Кто вам сказал? Катинское. Ну, это вранье. Была соответствующая комиссия правительственная, все это опубликовано. А вы читаете все времен буржуазной России. Вот я думал сегодня насчет вас, именно про вас думал, но не ночью, честно скажу, ночью я спал. И думаю, что не приехали ли вы поучиться, как уничтожать социализм. Сначала надо... Почему нет? Вот вы приехали в буржуазную Россию, в которой раньше был Советский Союз, был социализм. Судя по вашим всяким некоторым заявлениям, можно подумать, что вы хотите узнать, что нужно делать, чтобы... В Китае тоже, потому что Китай, когда... Тихо-тихо, я на мысль, да могу это довести. В Китае построить социализм, а тут вы и расскажете, как надо делать. Сначала нужно все то, что было написано, напечатано, это все постараться сделать народу неизвестным и начать придумывать новые басни. Что вы верите, кому вы верите? Таким, как Яковлев или Горбачев, они это все делали. Они эту всю клевету сейчас поднимают. Или Солженицын, который рассказывал... Вот у нас два человека есть, а уж я не знаю, кого вы выберете. Вот есть товарищ Бортников, который сейчас председатель КГБ. Авторитет для вас или нет? Бортников. Авторитет? Ну, это та организация, которая боролась. Которая боролась с противниками советской власти и применяла репрессии по отношению к противникам советской власти. Вот ее возглавляет сейчас товарищ Бортников. А возглавлял ее еще товарищ Путин. А еще возглавлял ее товарищ Патрушев, который у нас секретарь Совета Безопасности. Вот эта тройка – это самые влиятельные люди в России. Вы бы с ними посоветовались. Так вот, товарищ Бортников в своей статье в российской газете к 100-летию ВЧК объяснял, почему они ведут в свою КГБ счет от ВЧК и сказал, что мы защищали всегда народ. И вождей народа, в том числе и Сталина, защищали. И боролись с противниками. Когда была советская власть, мы боролись с противниками советской власти. И переводят цифры, что было репрессировано и к смертной казни приговорено, 600 с небольшим тысяч человек. 600 тысяч. А вы, наверное, читайте Солженицына, который слушает тех или записывал то, что говорили люди, бывшие меньшевики, которые просидели лет 20 в концлагере, и их сказки называются «Лагерный фольклор». Вот такую книгу найдите, есть такой чех, поскольку вы для вас русский, я чувствую не авторитет, чех Томаш Ржезыч, который начал писать книгу про Солженицына, говорит, хочу написать его автопортрет. А потом, когда разобрался, кто такой Солженицын, говорит, хочу написать «Патолого-анатомию предателя». И написал. Томаш Ржезыч про Солженицына. Посчитайте. Вот. Так что у вас вот два источника. Или это враги социализма, которые сейчас утверждают, что были там массовые репрессии. Или это председатель КГБ сейчас – это буржуазный деятель. Это не социалистический, не коммунист. Это человек, который на этом посту, который, между прочим, занимается госбезопасностью. И он написал открытую статью большую в российской правительственной газете. Вы правительственные источники, как человек из другой страны, должны особо выделять и читать. А вы читаете всякую дрянь. Но, но... Что, но? Дрянь читаете? Госказета – это самая недостоверная. Государственная газета – это самая недостоверная источники. Вот я и думаю, что вы все-таки приехали для того, чтобы узнать, как уничтожать социализм в России. Потому что для вас даже буржуазная газета недостоверная. Какие же у вас источники? Коммунистические, что ли? Нет, надо все собрать и... Все собрать и будет, когда все соберешь, будет помойка. Никогда не думай. А вот когда... Сейчас возьмите, сейчас первое, второе, и третий в таз соберите, слейте, все. Все равно же она в животе переварится. Попробуйте, посмотрите, вкусное будет блюдо. Что вы говорите? Все собрать. Историк тоже у меня. Вот мне даже некоторые товарищи, вас вспоминая, говорили, что вот вы начали про белый террор. А вы знаете, сколько человек погибло в июле 1917 года в Петрограде? Сколько расстреляло временное правительство? Не знаете? А вы это такие данные не собираетесь. Сколько оно расстреляло? Сказать сколько? Массово. А? Массово. Ну что значит массово? Ну сколько массово? 15? И 100? А я знаю, 500. Вот там, где гостиный двор, вот в этом месте расстреляли 500 человек. Июльскую демонстрацию расстреляли. И вот временное правительство расстреляло. Белый террор, когда начался, до революции Октябрьской или после нее? До уже был белый террор. А вы этого не знаете. А вы собираете всякие высказывания врагов социализма, врагов трудящихся, чтобы привезти их в Китай и там распространить среди многомиллиардного населения Китая. Да все паразиты любят тех, на ком сидят. Я очень люблю. Бэтклоп очень любит того, кого он ест. Это я люблю. Но странную любовь, да? Ну надо сделать перерыв, я думаю. А чтобы у нас не было международного конфликта. А мы в перерыве разберемся с ним. А все из таких, как ты, Китай-потек. А все из таких, как ты, Китай-потек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok